Добрый вечер. Я Максим. В эфире программа День Люди События. Сегодня выпуск о событии 7 октября. Пост номер 1. Пост почетного караула Мавзолея Владимира Ильича Ленина в Москве был учрежден приказом начальника московского гарнизона 26 января 1924 года. В 1924-1935 годах постоянную вахту на Красной площади несли курсанты Объединенной командной школы имени ВЦИК, находившейся в Кремле, затем солдаты кремлевского гарнизона. Первые часовые встали на помосте около гроба с телом Ленина на Красной площади в 16 часов 27 января 1924 года, курсанты Колобов и Кашкин, разводящий караула курсант Мей Сорош, начальник караула командир кавалерийского гарнизона Дрейер. Когда гроб с телом вождя внесли в мавзолей, часовые встали у входа. Они менялись через каждый час по бою кремлевских курантов, под второй перезвон. С 1935 года почетный караул формировался из солдат специального кремлевского гарнизона. В разные времена в его штате значилось различное число караульных, приблизительно от одного до полутора взводов. Караульные на специальном макете были до автоматизма обучены слаженным движением, сложным ружейным приемом, а также умению проходить от спальских ворот до точки равно за 2 минуты 35 секунд, делая 210 шагов. Церемониальный пост был снят 7 октября 1993 года. Приказ о прекращении несения караульной службы у мавзолея был отдан начальником главного управления охраны. После официального решения о снятии караула постоянным местом главного почетного караула страны стала могила неизвестного солдата в Александровском саду рядом с Кремлем. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.